Дорогие друзья, это Зона Лазерсона. Сегодня я вам покажу картофельные пирожки, сковородочные картофельные пирожки с мясом. Я вам сегодня покажу, как сделать так, чтобы мясо было особенно вкусным. Я, наверное, как-то вам рассказывал, ребята, что на Ближнем Востоке есть такая смесь специй, которая называется бахарат. Ее теоретически можно купить, но я этот вопрос очень сильно исследовал и вывел рецепт этой смеси бахарат. И сегодня хочу ее создать самостоятельно для ароматизации мясного фарша. Я сначала начну делать фарш мясной, мясную начинку для картофельных котлетосиков, растительное масло. И буду потихонечку жарить мелко нарезанный лук. У меня говядина сегодня, потому что, ну, знаете, специя бахарата такая ближневосточная штука, а там свинину не едят, поэтому я уже буду соблюдать, так сказать, приличие просто сегодня. Хотя теоретически кто хочет, может, и свинину взять, и баранину, например, я взял говядину. Сейчас я начну жарить лук и буду создавать смесь. Вообще говоря, вы понимаете, ребята, что когда ты хочешь что-то такое создать очень точно, то лучше руководствоваться не какими-то там чайными ложками. смеси специи всегда составляются по весу, потому что это более объективно, это более точно. Смотрите, что у меня есть. Вы думаете, что это такое? Это мыльница какая-то? Да, тут мыло внутри лежит. Нет. Это точнейшие весы. Кассо. Вот они, смотрите, как открываются. Вот так раз. И вот так два. Это у них платформа для взвешивания. Хотя емкость для взвешивания может быть и своя, это не важно. Это весы, ребята, крайне точные для взвешивания, например, чая, кофе, лекарств или специй. Они очень удобные в использовании. Их точность 1,1 грамма. Эти весы очень компактные. Видите, вот так накрыл. И вот тебе, да, вот этой вот прихваточкой закрыл. И идешь на рынок себе, да, там, например, проверить вес бараньи туши, например. Да, очень удобно будет. Такие весы, я считаю, должны быть на каждой кухне. И вот сейчас записывайте внимательно циферки. Я их заполнить не могу, поэтому у меня тоже они записаны в телефоне. Корица 7 грамм. Значит, я возьму мисочку и буду в ней создавать смесь бахарат. 7 грамм корицы. Корица. Все, на ноль. Следующий компонент черный перец 14. Черный перец 14. Вот он, дробленый такой. Ну, тут молото-дробленый такой. 14 граммов. Я как аптекарь, да, стою так. Ну, вот создание смеси, это и есть нечто такое, знаете, аптечная уже тема. Черный перец 14. Мускат 4. 3,8. 4. Зира 9 грамм. Молотая зира имеется в виду. Вот она красавица моя. 9 грамм. 8,9. Есть. 9. Гвоздика 5. Гвоздика 5. 5. Значит, на лук я кладу фарш. Теперь остается у меня, наверное, кориандр и кардамон. Кардамон 3. 3. И завершающая спеца, это кориандр. Кориандра 6. 6. Все. И вот теперь я эту святую смесь перемешиваю. Вот сейчас уже для этого фарша я не буду ее взвешивать, а я положу сюда, допустим, чуть больше половинки чайной ложки этой смеси, и будет хорошо. Вот она. Вообще, это отдельная тема для изучения. Мировые смеси специй. Там есть расальханум, там есть кари, это тоже смесь, и вот бахарат. У меня все это записано, да, это выучить тоже, знаете, невозможно. Я иногда буду уделять внимание вот этим смесям, и может быть действительно тому, как их сделать самостоятельно. Вот, вы видите, фаршик уже неплох. Сейчас я его посолю. И смесь специй лучше добавлять во время приготовления, чтобы смеции немножко контактировали с продуктом, с маслом растительным, которое здесь есть. Вот. Добавил. А, ну, если вам, допустим, хочется понять, на какое количество фарша я положил, пол чайной ложки бахарата, то здесь у меня было где-то 400 граммов сырого мяса, половинка луковицы. Ну, вы же все видели. Я сейчас фарш убираю в мисочку. Пусть он немножко остынет. Вот так. Я сделал, ребят, еще одну болванку. Сейчас я ему ее покажу. Вот, можете мне верить, можете не верить. Здесь у меня 6 средних картошин. Я их сварил в мундире. И когда эта картошка у меня хорошенько сварилась в мундире, я ее вынул из кастрюли. Она чуть-чуть остыла. И я ее горяченную очистил. Ну, немножко остывшую, но она горячая. И когда она была почищена еще, горячая, я ее мелкой для картофельного пюре смял в такое грубое пюре. Вот она у меня остыла. Это очень важно, чтобы пюре это было холодным. Теперь я сделаю картофельное тесто из этих 6 картофелин. Да, вот у меня большая миска, потому что в это ее смешать не смогу. Вот это пюре. И вот на пюре из 6 картофелин я добавлю больше столовой ложки муки. Столовую ложку вот так с горкой точно. И может быть еще половинку. Собственно, это и будет мое картофельное тесто. Добавлю соль, потому что здесь соли нету. И перемешаю. И, собственно, уже сейчас можно будет лепить пирожки. И жарить их на сковородке. Я сказал, что это сковородочные. Хотите, называйте пирожки. Хотите, говорите, что это зразы. Вот есть. И теперь я буду лепить пирожки. Я их буду панировать тоже в муке. Значит, вот я насыпаю муки немножко на тарельку. Руки смочу водой и разделю картофельное тесто на порции. Где-то 5 будет как раз. 4, 5. Даже 6 получится. Может быть, чуточку поменьше. Вот это картофельная база. Вот я сейчас беру одну болванку. Расплющил. Начиночка с бахаратиком, да? Вот так. Теперь я буду соединять края. Вот. И формовать ну, такой пирожочек, котлетку такую заостренную, допустим, со всех сторон. Я сейчас вот так пока сделаю шарики, чтобы потом уже из-под ножа прямо на горяченную сковородку их раскладывать. Фарш этот у меня определенно останется. Значит, я его заморожу до следующего раза. Могу и блинчики с ним сделать, верно? Хорошая штучка. Там уже без ничего можно есть. Кто хочет, можно со сметанкой. В принципе, хорошо. Я люблю с каким-нибудь густым, там, типа, йогуртом, котык какой-нибудь взять. Плотный такой, да? Вот, я сейчас думаю, что переверну уже первенькую. Вот лопаточка. Вот так, чтобы здесь никакой духовки не надо доводить. Прямо на сковородке они готовятся. Простая вещь, но, повторяю вам, вот, когда вы используете бахарат, просто едоки удивляются вот этому вкусу такому, знаете, ближневосточному, но он никак не противоречит каким-то нашим, знаете, привычкам, вот, серьезно. Так уж стремиться долго готовить не надо, потому что картошка-то готова, верно? Ну, подумай, что там чуточку муки есть. И фарш у меня полностью готов. Важно зафиксировать картофельную оболочку и чтобы все немножко прогрелось и уже будет очень и очень хорошо. Ну вот, это завершающий. Я пять подал, один же я тоже хочу, я вообще не попробовать хочу, я просто съесть хочу. Идите к черту, я тоже заслужил. Да, поэтому сейчас я на запах просто приду сюда. Те, кому не надо. Вот так. Я рублю ложкой. Вот так вот, ложечкой. Давайте сейчас мы его нежнейшее разрежем. Вот, вот в нем хорошо видна начинка. Вот начиночка. Сейчас я вскрою, вот так его, видите? Вот начиночка. Ну, все есть. Ммм, корочка подхрустывает. Вот оно, вы знаете, я привозил несколько раз бахарат из Израиля и оно. Но моя все равно лучше смесь, потому что готовлюсь сегодня со своей смесью. Готовьте, взвешивайте чай, если хотите, взвешивайте себе кофе. В общем, сегодня с вами был я, мои мимишные весы Каса. До встречи на канале «Даешь картофельные пирочки с мясом». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!